И настал, после русского фильма в программе, в конкурсе, настал черед Франции и дебютного первого фильма режиссера Брижит Си. Режиссер фильма Брижит Си и продюсер ленты Матьё Вон Пуан встретятся с вами по окончанию картины. У вас будет желание поговорить, оставайтесь после показа. Режиссер фильма Брижит Си от жизни и всего, заканчивать фильмы вот таким грустным финалом. Я не знаю, может быть, лёгкость может показать, что можно любить в любви всему, и до конца, и до победного конца. Силу любви показать. Режиссер фильма Брижит, как получилось, ребенок-артист Луи Гаре. И как получилось, что твой дебют состоялся только сейчас? И вообще, друзья семьи, это кинематографисты, знаменитые классики кино и так далее. Почему твой дебют только сейчас? Я актрисе с самого начала моей создательной карьеры. Я работала в театре как режиссер. И я работала в театре. И я работала в театре. И я работала в театре. С начала 70-х годов, я работала в тюрьме. Я работала в театре. И когда прошло 10 лет в разных проектах в тюрьмах заключенными, у меня решили сделать художественные фильмы заключенными. И для того, как вы видите, что это не совсем просто снимать художественные фильмы в тюрьме. И по разным причинам, этот проект не получился снимать художественные фильмы в тюрьме. И как это было очень тяжело для меня, для тех тоже, но для меня тоже. Потому что мы работали в театре. И это не было удобно. И мы работали в театре. И этот проект длился 6 месяцев практически, и начались как съемки. Но вы видите обстоятельства, которые случились во время съемок. И это тоже прервало наши съемки, и фильм не был закончен. Но фильм рассказывает реальную историю, то есть. И для меня была резолюция и решение взять эту историю, то есть. И снять ее с актерами, вне стен тюрьмы, что я и сделала. Если бы я делал этот фильм в тюрьме, как я предпочитал это сделать, то, может быть, я никогда не сделала этот фильм как так. Потому что совершенно другой получился фильм, если бы я снимал с заключенными, как предполагалось, если бы я сделал этот фильм в той работе, которая была. Потому что, когда мы оказались... Понятно, то есть за пределами тюрьмы другие обстоятельства уже добавились к первоначальному сюжету. Вау! 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 Как быстро удалось убедить продюсеров найти телеканалы? Потому что без участия телеканала во Франции Пропечи невозможно сейчас снять фильм. Обязательно нужно, кроме продюсерских денег, чтобы телеканал дал сколько заняло это время, тем больше, что сюжет не самый веселый. Она сказала, что пять лет поиски денег продюсера. Для этого сюжета было очень круто найти деньги. Я подумала, что, может быть, я смогу убедить, снимав людей, кроме продюсеров. То есть она получает достаточно протяжённым кроме третий фильмов И получается, сняв этот фильм, мне удалось найти продюсера и через год мы вернулись к фильму и тогда сняли уже весь фильм с самого начала, присоединив конец который картометражный фильм. И случилась встреча с Матхио Гонпуа, которого это заинтересовало, который поддерживал проект и стал продюсером этого фильма. Потому что это совсем не очевидно, такой способ производства кино, снять какой-то фрагмент, сделать картометражный фильм, представлять как картометражный фильм, чтобы убедить, найти средства, снять полный фильм. Я хочу сказать несколько слов о Матхио, и вопрос о Матхио, потому что, в результате производства, Матхио, для тебя, это первая экспедиция в роменетражный фильм. То есть, какой выбор, какой удастся, выбрать этот сюжет, чтобы уйти в огромный мир. Где ты нашел удостоверение и как ты нашел мир? Потому что Матхио Гонпуа, это молодой продюсер, у него существует несколько лет фирма, но он снимал картометражные фильмы, продюсировал, вернее. И именно встреча с Брижит его подтолкнула искать другие еще возможности, чтобы снять полнометражный фильм. Мой вопрос заключается в том, где ты нашел такую смелость, чтобы решиться дебютировать как продюсер больших полнометражных фильмов, и как ты искал деньги физически. Какое счастье, что такие продюсеры еще существуют. Матхио Гордат, реализователь Георгия, который говорит, что фильмы «Оннеркин» существуют как продукт, продукт как Сильвизи. Спасибо. Я не знаю, что это история «Одасть», но, в любом случае, мне, производить фильмы, это, avant-туда, это история о встрече с человеком, с персонажем, с персонажем. то есть встреча с таким человеком, как Брижит. Это, как дваатра, которые встретили столкну, что было хорошо встреча. Это было сильно, сразу и сильно. И хотелось, чтобы это получилось, и вот занимался... И именно, когда я был продюсером коротметражных фильмов, это только усиливаем наше желание вместе сделать вместе первые полуметражные фильмы для меня как продюсер и для него как режиссер. Виктор Матисов, кинокритика. Виктор Матисов, кинокритика. Ты, пожалуйста, поточнее переводил это. Хорошо. Можно ли вопрос? Следует ли воспринимать ваши указания на то, что психология французских режиссеров есть на местах психологии французских уголовников? Это первый вопрос. Она влюбляется, прежде всего, в мужчину, а не в уголовника. Хорошо, тогда второй вопрос. Да, я понял. Второй вопрос. Почему вы не дали этой сладкой парочке призвиться на свободе? Они могли бы ограбить пару банков, заняться, убить начальника фирмы. Почему нет приключений? На то, которое либо ожидаешь, а на то, от этого милого романа. Почему такое вялое завершение всей этой интриги? Ничего себе. Они не могли бы грабить разбой, а в банках заняться, вы, конечно, или в исполнение. В будущем это больно, если я не могу брать. Я не знаю, я не знаю, это не пони Энклайн, но я не знаю. Потому что для меня главное это история любви и то, что они совершили преступление, преступник, который принимает участие в съемках или персонажа, это не входит в историю любви. Это остается за рамками. Для меня главная история любви. Это не история Энклайд, это другая история. Как история свадьбы, почему тот или иной мужчина, кто жениться с той или иной женщиной, это история любви. И мне хотелось близко быть к реальности, тем более я знаю, что эта история произошла в жизни именно так, как вы видите на экране. Если можно банк ограбить, но мы не воруем или грабим свою жену, и это не банк, это другая история. Она говорит, что я не совсем понимаю вопрос, и о чем вы говорите. Я не совсем понимаю, что вы хотите сносить. Да я просто пристегиваюсь. Виктор, они серьезнее относятся к фильму, к своему. Ну, как можно относиться так серьезно к фильму, значит, а тему, которая получается о том, что любовь слабая, лучше козла. Ну, не что я полагаю, что это может быть серьезно. Это как бы комедия, не доведенная до комедии. Да, я не думаю, что что-то тысяча не такой ситуации, что, у меня это странно, что Возвращение следует... Почему он выбрал этот фильм? По каким критериям? Я продюсировал много полнометражных фильмов, и у меня было желание увидеть какой-то сильный и интересный проект, чтобы сделать полнометражный фильм. То есть, я не знаю, кого я профессионал на карту. И у меня было много празднов и много фестивалей, и у меня это очень производило впечатление. Мне хотелось с ней работать вместе. И после меня, персонально, я думаю, что историю, что рассказывает Brigitte, которая очень autobiографическая, и в целом, без патоз. В этой истории у меня нет никакого пафоса. Я нашел, с одной стороны, жизненность, а с другой стороны, мне это было интересно и артистически. И я почувствовал, кроме всего этого, была эмоция, связанная с кино, и материя для кино. Я хотел с ним делать фикс. Да, давайте последний вопрос, потому что у нас тут дети. Что мы с ними Zhang? Это, для себя, в ваших истории, это история своего родственного divorcedomen. Да, это туриста, ваших родственников. Да. И, собственно, изihi у вас были нервы. Это действительно, конечно, где дело по себе? И именно, вообще, трахеет… Да. Вы у нас потерялись свою crashedку? Да. Важную часть… Да, вовами, у вас видите… В азрещу в его charge… Важный вопрос… Важный вопрос… Что это за всеми… Важный вопрос… В у вас или kamera… Когда мы делали фильм, встал вопрос, как закончить фильм, говорит ли правду, что я потеряла своего близкого человека, что он так быстро исчез в твоей жизни. И тот ответ был такой, я пыталась быть искренней в рассказывании этой истории. Потому что если я пыталась воздействовать мне всю историю, рассказывая солгать финал и дать счастливый финал, я тоже буду прожить. Я не хочу обманывать никого. Это так, такая история. На этой грустной ноте мы заканчиваем разговор, но наш фестиваль продолжает. У нас много других фильмов. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok